Тихонич, молитесь. Боже, милостив будь негрешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй меня. Достойно есть, а кого истинно блажите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейший Херувим и славнейшего истинно, Серафим, безысление Бога, Слово, Рожешую Исущую, Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы и измертвы, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божие, Молитва ради причисти Твоей, Матери, силы, честного, житворящего Креста, Святых Ангелов, наших Хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, истинно благослови. Аминь. Боже, милостью, будь негрешному. Создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеславец, огрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после снам, преподаем к стопам Твоим благе. Ангельскую петь возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Не ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придется дея, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвуем, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. 109-й Псалом Сказал Господь Господу моему, Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножи ног Твоих. Жизл силы Твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепие святыни. Ищери его прежде деницы, подобно России рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты, священник, овек, починул Мелхиседека. Господь одеснует Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей. Совершит суд над народами, Наполнит землю трупами, Сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, И потому вознесет главу. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, В совете праведных и в собрании. Великие дела Господни, Вожделены для всех любящих онные. Дело его, слава и красота, И правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, Милостив и щедр Господь. Пищи дает боящимся его, Вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, Чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его, истина и суд, Все заповеди уверны. Тверды навеки и веки, Основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, Заповедал навеки завет свой, Святое и страшное имя его. Начало мудрости, страх Господень, Разум верный у всех, Исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, И крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, Род правый благословится. Обилие и богатство в доме его, И правда его пребывает вовек. В отме восходит свет правым, Благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует, И взаймы дает, Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, Раздал нищим, Правда его пребывает вовеки, Рокки вознесется во славе. Нещтиво увидит это, И будет досадовать, Заскрижищет зубами своими, И истает. Желание нещтивых погибнет. Слава! Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божия, и спаси меня. Молодыка, человеколюбче, став после сна, я спешу к Тебе и подбелосердие Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой источник, Творец и Податель. У Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой мне присвяти Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесслотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего. Творим Тебе из нечистых уст. И прости нам про грешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольное и невольное, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни. В ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими, сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость, и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий, слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Наталья, Ольга, Алексей, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой. Благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан. Проси им все грехи, вольные и невольные, дар им Царствие Небесное. Со святыми в покое Христе души рабов Твоих, правоцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, на жизнь бесконечную. Воистину достойно проставлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога нашу. Мы увеличаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога, Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй Сына моего Константина, за которого я смиренно волю Тебя, которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою. Достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истинной добра, чтобы он все делал во славу Твоего имя. Научи его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином, полезным человеком. Дай ему здравие, душевный и телесный успех в трудах. Избавь его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи Его в тихопристани Твое вечного Царства, чтобы он вместе со всеми праведами всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном, житворящим Твоим Духом. Аминь, Господи Божий наш, возри на Сына моего Константина. Не спошли на Него Духа премудрости, разума благочестия, просвети Его светом Твое благоразумие, чтобы Он скоро разумел и освоил изучаемые предметы, употребенных на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, освоил спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе слава возносим, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Геннадий Тихонович, молитесь. Спасибо, Господи, по-миротому, самого духовного, родительского, благодетельного, Микорфори, Нарюх, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимовича, Максима, Владимира и Глеба не дай погибнуть, Диахонов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Аполита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священщик, и нащескищень, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священникам, если угодно Тебе, Господи. Смири власть и воинство их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твои, избавив их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ордогена, Амана, Марсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война, и детей Сирии, пощади, помилуй, Господи. Мужчина, сценись это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную, за отступничество от Тебя. Господи, коси сердца врагов наших, и примири их с нами. Не дай им погибнуть в ожестощении лжи, и в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Сергея, Виктора. Благослови благодетелей наших, воздаем добром. Елену, Людмилу, Амилу, Евгения, Наталья, Надежда, Светлана, Юрию. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, за эту прошедшую ночь. Как Ты, Дима, хранил нас, и только вечности откроется, какие опасности издали нас. Ты жизнь продлил, разум сохранил. Прошу Тебя, Господи, пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода греха и зла. Сохрани и защити нас, оселение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, 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 Серапиму, Владимиру, дай веру, освободи его от неверия. Многослови, Людмилу, и любовь, Владимира, Алексея и Иосифов. Проши добрые жители с детьми, знающие закон Твой, любящих Тебя, ходящих в послушание. Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олегкину. И расширь пределы в общем, побуди всех на проповедь. Спаси и помилуй, Валентины, Екатерину. Надежду, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, Александра, Сергея, 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 Сергея. И от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Андрея. И надень все наше родство, Господи, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Олегу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа избавь от духа лжи, избавь его от упрямства, неверия и не дай ему погибнуть. Благослови путешествующих. Раиса, Льва, Виктора, Виталия. Наши благодетели. Региса, Ирму благослови. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Даруй здравия и силы перенести страдания. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежды. Нианилу, Нианилу. Валентину, 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 Татьяну, 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 Анастасию. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов. И вот так, твоему промышлению. Все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Господи, благослови и защити. Все это наше сокровище здесь в интернете. И книги здесь, и в пути. И трудящиеся. Игоря Юлия благослови. Дмитрия Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина. Дмитрия, Вячеслава. А милый Господи, обратите. Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона и Леонтия. Слава Тебе, Боже наш. Найди отступников Михаила, Николая, Александра, Юлию, Анастасию. Возврати их к святой православной вере. Не дай им погибнуть в ожесточении. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваум. Вся земля полна слава и Валюлуйя. Слава Вышли Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне святую веру в Тебе, это дар неба, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов на канонной церкви. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Господи. Благослови всех, помогавшим нам в путешествии. Павла, Динаиду Владимира, Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежда. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой Ангел. За эту ночь и столько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых врагов избавляя. Прошу, добрый, добрый ангел-хранитель, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи мою душу по мытарствам страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности. Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никому не завидовать, не роптать. Довольство с хамалом. Быть экономным во всем. И быть щедрым на подаянии милостыни. И укрепи, дабы никто не страшился от царей и начальствующих. И не участвовал в бесплодных делах тьмы, но и обличал. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец. Образ кротости воздержания, добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Слава тебе, Боже наш, за всех святых. За их ходатайство, за их молитвы. Аллилуйя. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас. Господи, озаботься и сохрани наших и животных, и птиц, что имеем. И труды наши от зверей, от недобрых людей. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Моли Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, крестолу Божию и предстоящие святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И дарут Господь жажду, исследовать священное писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя. Моли Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Полихарм, Смирский, Устин, Философ, Космай и Дамьян, Андрей, Стротелат и Иерон, мученицы. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амидийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь наук свой, дабы никто не принял на чертание зверя. Анфиму, Вениамину, Зай, Геру и Старшие Родители за такое ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Крем Сирин. Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосик, Армилы, Ио, Сергий Радонеский, Степан Пермский, Серафим Старовский, Ян Кобольский, Ян Конштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысли ретиков прозвей и в ничто преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла, первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония. Вера, надежда, любовь. Мать София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливости Женам и Девам, и сохрани их от всяческого поругания, Избах от непокорства, Галины, семейства и воевнения, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раису, Марина, Юлия, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечерию, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле, Господи Божий наш. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, аллилуйя, и благослови этого Алексея. Дай ему полное раскаяние, оставь его на путь, истинный Твой, Господи, да не отпрати Твою лицо Своё, если угодно устрои встречу нашу, аллилуйя. Говори, Господи, владыка, слушай и дослыши, то раб Твой. Спасибо. Спасибо. Господи, благослови Татьяну, Тамару. Помогающих нам в открытии музея. И как Тебе угодно, Господи, аминь. Господи, владыка, живота моего дух, праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия. Господи, даруй мне зреть и мое прегрешение, Господи, Господи боги. Господи, благословен card. Господи, благословисьüman вов Belgian warsaw, Господи, благослови меня перемónицаэ. Божий, благословен и благословен пред и во все дни жизни нашей ибо ты благ и человека любишь аллилуйя благодарю тебя господи за милости и в этот день помоги нам в радости совершить этот пост и встретить пасху христову с ликованием аллилуйя господи владыка живота моего дух праздности уныния любоначалия празднословица добролюбия не дожми душа целомудрия смиренно мудрия терпение и люби даром не работ по ему ей господи царю даром и зреть и моя прегрешение не создать и брата моего я кого до славен ты если во веки веков слава тебе боже слава тебе доброе утро всем чтобы доброе утро тут у нас может быть послезло но я тут немножко хотя бы просчитать молитвы какие есть а потом сергей может как-то выставить их небольшие молитвы по разным случаям когда у нас были молитва разные-разные целый том составленный ефрема сирина а так открывай свои желания перед богом надо это учиться на мужчина господи как я научил своих учеников это понятно тогда молитва разным вот молитва о детях все щедрый господи иисусе христе который сам был детям и который любит и благословляет детей помилуй спаси детей нашего времени дабы не крещеные крестились а крещеные утвердились в вере в тебя вечную истину и в любви к тебе кто есть любовь неизреченная спаси господи тех детей которые неверующие родители отравляют безбожиим и отвращают от тебя единственного спасителя спаси всеблаго и тех детей которые злые учителя которых без бога и души отчуждают от тебя их творца и сродняют их со щенками спаси господи тех детей ищи чистые души загрязняет всякая безнравственность на улице и в театре спаси их от нечистоты улиц и зрелищ спаси спаси всемилостивые тех детей которые лишившись родителей попали в руки суровых опекунов или злых отчимов либо мачехи спаси их от слышания хульных речей и отведения злых дел спаси сын и божий сыновей сынов человеческих которые таскают туда и сюда на разные телесные тренировки и занятия но не дают главного занятия возрастания в законе твоем святом в правильных мыслях милосердии и во всех делах добра и правды дабы выросли дети века сего и созрели для сыновства божия и небесного гражданства на свое вечное спасение и на твою славу и благодарение аминь молитва правительных народов во всех народы суть твои словесная стада слова божия они твоя собственность и один ты лучше знаешь как ими управлять всякий лучше знает как управлять своим имением чем чужим правители народов земных управлять чужой собственностью ибо управлять тем что Твое. Вразуми, Господи, правители народов земных, чтобы правили они по Твоей святой воле, чтобы вели народы путем, который Ты указал, чтобы отвращали их от злого, что есть зло перед лицом Твоим, чтобы берегли их со страхом, сознавая величайшее благо то, что Ты им это доверил. Власть – великое искушение, и мало тех, кто может выдержать его. Выдерживают лишь те, кто сознают, что являются рабами Твоими, стоящими в подножии ног Твоих. Много людей, злоупотребляющих своей властью над природой, немало и тех, которые злоупотребляют властью над равными себе. Немощен всякий человек, Господи, и готов предаться самолюбию и гордыне. А гордыня погубила многих ангелов, не говоря уже о людях. Ради любви Твоей к народам Твоим, Творец, исполни правителей народных страхом суда Твоего. И ради них и их спасения не прогневайся, Господи, но поддержи их духом Твоим, духом силы, мудрости и святости, дабы спасли они свои души, помогая спасению народов Твоих. Денно и ночью взирая на Тебя, как на правители над правителями, по молитвам праведных слуг Твоих, бывших у власти, смилуйся, всемилостивый, и услышь молитву нашу. Аминь. Молитва о душевнобольных Ум вечный и непостижимый, который в ангелах и людях посеял семена от ума своего, который мыслью своей охватывает весь сотворенный мир и благою мудростью промышляет о всякой твари. Услышь молитву нашу о больных умом братьях наших. Человек без ума не становится ли горстью праха, который носит туда и сюда без смысла и без цели, без разрешения доброго от злого и живого от мертвого. Праведен Ты, Вышний Божий, и по правде попускаешь на людей муки за их нераскаянные грехи. Но по правде Ты будешь судить на страшном суде своем. А сейчас смилуйся над теми, чьи умственным страданиям больше всего радуются сыны погибели, враждующие против Тебя и людей. Поскольку каждый год увеличивается число людей, которые хвалятся своим разумом, покрывая Твое святое имя презрением, то увеличивается и число тех, кто, лишившись разума, пополняет собой дома умолешенных. Ты даешь разум, чтобы люди знали, что разум от Тебя. Ты забираешь разум, чтобы люди увидели, что разум Твой. Великий податель даров, яви милость свою к обезумевшим, и ради страшной жертвы Сына Твоего на кресте, за весь род человеческий, верни ум безумным, и через это приведи к покаянию их самих и их родственников, чтобы больше ценили и берегли предивный Твоя дар ума, которым Ты украсил людей и возвысил над всяким другим творением в мире. По молитвам Пресвятой Богородицы и Святого Нифанта и Святого Наума, помилуй и спаси Господи больных умом братьев наших, дабы и они Тебя славили, как триединый вечный свет, вместе со всяким умным творением на небе и на земле во веки веков. Аминь. Молитва о тех, кто не почитает святых. Молим себе за тех соплеменников и спутников наших, которые отказываются почитать память святых Твоих, и которые без страха перед Тобой и без стыда перед православными предками своими всему миру объявляют, что не чтят святых Твоих. Разве не отвратит царь лицо свое от того, кто отвращает лицо свое от детей царских? Неужели почтит царь того, кто не чтит царей царских щад? Господи! Отцы наши прославляли молитвами, милостынями и песнями тех сынов и дочерей Твоих из рода людского, которые совершенно исполнили волю Твою на земле, и которых Ты за это прославил на небе. И угодно Тебе было прославление от отцов наших, и потому святые Твои по Твоей власти и милости были защитниками и помощниками отцам нашим на протяжении веков. Но теперь видишь, царь святых, как некоторые их потомки отвращаются от вековых защитников и помощников своих и надеются только на свое ничтожество, подобно безбожным, надеющимся на немощных своих идолов. Отвращаясь от святых Твоих, они отвращаются и от Тебя, великий и страшный Божий. И все это по своей гордости и глупому незнанию. Ты, рек Христе, первым святым Своим, принимающий вас, меня принимает. А кто не принимает святых Божьих в свою душу и в свой дом, тот и Бога не принимает. Но по молитвам всех святых Твоих, Господи, осени духом Твоим всех сих, отпавших от святости Твоей и увлеченных духом злобы на путь погибели. И саделай, Господи, чтобы снова стали милы им святые Твои, как милы были в детстве. Саделай, чтобы в душах и в домах их снова зазвучало славословие славным угодникам Твоим, дабы всякое посчитание святых было во славу Твою, вечной Божией, и на наше спасение во Царстве Твоем Небесном во веки веков. Аминь. Молитва о безбожных, атеистах. Всякое бытие Божие свидетельствует о Твоем бытии, яснее, чем часы о счастливщике, и город о градостроителях, и песне о певце, и слово, языке, и разуме. Ты яснее солнца, всесильный Господи Божий наш. Однако безбожники не знают о Тебе, и еще горше. В злобе сердца своего они и не хотят знать о Тебе. Закрыли головы свои в землю, как страус в песок, и кричат, не видим его, не знаем его, нет его. Я говорил им слова о Тебе, создатель слов и речи, а они смеялись. Я оказывал им милость во имя Твое, они сердились. Я напоминал им слова пророков, Волк знает владетеля своего. Как же вы, люди, не знаете Господа своего? А они отвечали, нет, Господа. Река, отсеченная от источника, иссыхает. И сохли сердца безбожников, и сох у них и разум, а безумели. Страх охватил меня, что соседи мои, живущие рядом со мною, потонут в аду. О, источник жизни, скажи мне, слуге Твоему, как такая смерть может свить гнездо в живой душе человеческой? О, вечное солнце правды и истины! Как такой мрак может пасть на разум человеческий, что он не может распознавать и понять начинающее и завершающее слово всех существ в мире? Не так ли, Господи, произошло это? Грех за грехом, как нить за нитью, пока не сшилась плотная завеса, которая сокрыла Тебя для всех. Но не допусти, Господи, чтобы царь тьмы полностью завладел созданиями Твоими. Возгреми силы из своей, и воссияй лучами своими, чтобы пробудились заснувшие и опьянённые адом. Соделай то, что только Ты знаешь и можешь, чтобы покаялись соседи мои, несчастнейшие всех творений Твоих. Ибо прекрасны будут соседи мои, когда покаются и познают Тебя по молитвам слуги Твоего, святого Моисея Мурина, когда, как блудные сыны от общества свиней, обратятся к обществу ангелов. О, сколь звучно и стройно будет песнь слави Твоей, когда все покаявшиеся сыны Твои воспоют её вместе с верующими на земле и воинством ангелов на небе, которые день и ночь славят и величают Отца, Сына и Святого Духа, единого живого Бога. Аминь. Ну, я думаю, молитв хватит. Я потом Сергею перешлю. Дальше молитва об иудеях, запомни. Как об евреях молиться. Ну, что там, про Библию считать будем? Нет? Давайте на следующий раз. Вы сюда в чат скиньте эти молитвы, пожалуйста. Всё, давайте прощаться. С Богом. С Богом. Спаси Христос, Богом. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш. 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 Продолжение следует...